Аэропорт Алматы опять оказался в центре скандала. На этот раз на качество товаров пожаловалась телеведущая украинской программы «Орел и Решка». Она купила в зале прилета в черную икру, а по приезду домой обнаружила в банке плесень. Разочарованная покупка Регина Подаренко опубликовала в сети видеопретензию. Как на это отреагировал магазин? И вернут ли гости Казахстана деньги? Узнавал Тимур Ермашев. Первый раз в жизни я покупаю черную икру, друзья. Открываю крышечку, а там плесень. О том, что баночка черной икры, купленная в зоне международных прилетов Алматинского аэропорта, оказалась сюрпризом, Регина Подаренко узнала только по приезду. Первым делом украинская телеведущая решила поделиться своим разочарованием с подписчиками в Инстаграме. Девушка призвала всех, кто следит за ней в этой социальной сети, отмечать запись хэштегами «Казахстан» и «Дьюти-фри». Хочется обратиться к работникам «Дьюти-фри» в Алматы. Как вы допускаете такой товар с плесенью? Тем более, что это долбанная черная икра, которую, я не знаю, можно позволить себе купить раз в пять лет. Возмущение ведущей популярного проекта «Орел и Решка» можно понять, если учесть, что за эту маленькую баночку ей пришлось выложить 26 тысяч тенге. Когда скандал получил огласку, руководство магазина было вынуждено принести извинения. А компания-производитель пообещала разобраться в причинах произошедшего, не исключив, что, возможно, плесень появилась из-за нарушений правил перевозки. За наш 12-летний опыт это первый раз такой случай. И благодаря посту Регины Тодоренко мы просто выявили те возможные ошибки, которые могут произойти в нашем дальнейшем. И будем стараться по возможности избегать повторения подобных ситуаций. В итоге конфликт был исчерпан всего за несколько часов. Регина удалила первое видео, записав новое обращение. Я даже не ожидала, что фидбэк будет настолько быстрым. Благодарю за оперативность представителей магазина в аэропорту Алматы, которые отреагировали очень быстро. В общем, наверное, мне привезут еще одну баночку икры, ущерб возместят. Как известно, это уже не первый скандал, связанный с торговыми точками и кафе, расположенными на территории Алматинской воздушной гавани. Ранее пользователи социальных сетей не раз выражали свое возмущение необоснованно высокими ценами и низким качеством подаваемой еды. А в преддверии универсиады эти вопросы становятся еще более актуальными.